Взмах весла и тренировка началась. Чаще всего Евгений Луканцов тренируется в теплых странах, к примеру, Италии или Португалии. Но грибная база в селе Шумыш стала для него начальной ступенью в спорте. Сюда он возвращается всякий раз, когда приезжает в Рязань. Участник Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, победитель двух этапов Кубка мира, бронзовый призер чемпионата мира, член сборной России по грибленной байдарке, добился своих медалей благодаря упорству и трудолюбию. Тренировки два раза в день, независимо от погоды и времени года. Вода – его стихия. Он легко преодолевает 200 метров чуть более, чем за 30 секунд. Несмотря на серьезные победы, перед стартом Евгений всегда волнуется. Очень высокая ответственность за то, что на меня возложено право выступать за страну, за честь страны, за флаг. И эта ответственность иногда сильно давит, как было в Рио, например. Не получилось с этой ответственностью справиться и в итоге не самый лучший результат, который мог бы быть. Но чем дальше, тем больше опыта. И получается хорошо сконцентрироваться, выступить на самом высоком уровне. В спорте Евгения всегда поддерживали родные. Он и пришел-то сюда, глядя на брата. Сначала занимался футболом, самбо, плаванием. Когда первый раз сел в байдарку, перевернулся. С тех пор этот спорт захватил его полностью. Евгений признается, поддержала его не только семья, но и тренер Владимир Тебенихин. Именно он разглядел дарование. О себе Владимир говорить не любит, хотя есть что рассказать. Зато о своих спортсменах готов говорить часами. Они все для него особенные. В профессии он более 30 лет. Сейчас и его дочь стала тренером. Пошла по стопам отца. А Владимир Тебенихин готов покорять новую вершину со своими ребятами. Говорит, с такими учениками надо продолжать идти дальше и подниматься выше. В нашем спорте это в первую очередь терпение, уметь преодолевать климатические условия. И воля, как и в любом спорте, достичь больших и высоких спортивных результатов. Если в человеке есть стержень, есть дарование, есть терпение, есть трудолюбие, то можно все сделать. Пример наш воспитанник. Еще один воспитанник Владимира Тебенихина Олег Гусев и в прошлом, и в этом году стал чемпионом России. Когда-то на греблю его привела мама. Конечно, были разные периоды в жизни. И становление спортсмена, и становление личности. Но он ни разу не пожалел, что остался в спорте. Сейчас это дело его жизни. Все, о чем Олег мечтал, дал ему именно спорт. Абсолютно свободный график, когда я дома. На сборах, грубо говоря, тоже. Не то чтобы свободный, но время свободного достаточно. Все хватает. Плюс путешествия постоянно где-то за границей, где-то по России. Чуть ли не каждый месяц. Разные страны, разные города. Все это. Узнаю что-то новое, интересное. Сейчас Евгений и Олег готовятся покорять новые вершины. Уже в конце этого месяца ребята поедут в Барнаул на международные соревнования. А через два года Евгений планирует принять участие в Олимпиаде в Токио.